Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери и сегодня я завтракаю вместе с вами. Это реально мой завтрак. Мама приготовила вот такой вот классный завтрак. Кстати, рецепт я обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите и смотрите. Здесь у нас, значит, огурчики, лучок, болгарский перец и, конечно же, мой любимый кофе три в одном. Вкуснотища! Как я проголодалась, вы не представляете. С утра только одну конфетку с чаем и все. Так получилось, что сегодняшний день максимально просто насыщенный у меня. Дома насыщенный день. Такое бывает. Это вкуснее, чем пицца. Это настолько вкусно. Сегодня у меня было интервью. Интервью было онлайн. Как вкусно! Организация называется News As. Вот такие вот дела, ребят. Я утром быстро встала, смонтировала, выложила вам видео. Потом, значит, быстренько пошла и искупалась. Искупалась потом уже мы онлайн по видеозвонку делали как бы интервью. Девушка очень приятная, честно, мне очень понравилась. Такая милая. Прям супер! А еще, кстати, я сегодня планировала поехать к Шевале. Мама не отпускает. Мама говорит, мало ли что. Сиди дома. Мы с ним планировали аж тоже мукбанг снять. Получается, все это будет неинтересно. Я начала снимать влог и до сих пор он на середине. Просто потому, что мне нечего снимать. Я постоянно дома. И мне кажется, дома будет вам неинтересно смотреть влоги. Я, конечно, могу снять уборочку, там все такое. Но просто последние мои влоги, как я ходила по магазинам, ходила по ресторанам, они набрали много. И мне хочется продолжать в этом духе. Не хочется вас разочаровывать. В последнее время прям обожаю лук. Вчера вечером я смотрела интервью одного из итальянских ученых. И он сказал, ну, очень умную вещь. Он сказал, что вот вы платите такие большие деньги футболистам, а ученым копейки. Вот теперь пусть футболисты для вас и создают вакцину от коронавируса. Представляете? Правильно говорит. Футболисты что? Купили себе островы, пошли жить там со своей семьей, а вся планета пусть подыхает им. Как-то пофиг на это. Ребенок вырастает и хочет стать футболистом. И ни один ребенок не хочет стать ученым. Это вот и приводит к таким плачевным последствиям. Честно, я тоже раньше считала, что футболисты, они всю свою жизнь посвящают спорту, и поэтому они должны так много зарабатывать. Но сейчас я понимаю, что есть профессии намного глобальнее, намного важнее, чем футболисты. Как же вкусно, ребят. Это вкуснее, чем пицца. Расход просто минимальный. Как же вкусно. Вот реально нам всем стоит задуматься. В России, в странах СНГ все ученые уезжают куда-то за границу на работу. Присходит такая утечка мозгов. Вот так вот. Как же вкусно. Ну как же вкусно. Еще мне нужно забрать заказ от Фаберлик. Сделала огромный заказ. У Джамильички. У нее очень хорошая цена. Начинает с всяких шампунев, заканчивая всякими клеймами. Столько всего она заказала. Кстати, во влоге вам покажу. У меня, наверное, 5. Я снимаю влог. Никак не могу его закончить. Нечего снимать. Вообще, последние 2 дня так подсел на тикток. Ребят, мне так нравится. Там видео всякие. У некоторых говорят, ой, в тиктоке только дети сидят. Мне интересно. У меня вот такое ощущение, что только у меня жизнь начала налаживаться. Вот только все пошло офигенно. Я нашла свою любовь. Все в жизни наладилось. Хорошая работа. Замечательная погода. Вот к чему это все. позвонила тетя, она говорит, что приезжайте в деревню. Давайте все уедем из города, где очень много народа, где тесно. куда-то в деревню. Ну, я сейчас не могу себе позволить поехать в деревню, просто потому, что там очень слабый интернет. Как же моя работа. Мама прям вовсю говорит, я должна была с ночевкой пойти к шалале. Ну, мамочка прям волнуется за меня. Ммм. Как вкусно. Особенно классно это все идет с кофе. Очень бы хотела купить себе хорошую кофемашину. Делать себе крутой кофе. Заходить с черными зубами. У меня и так и в последнее время зубы стали какие-то серые. Потому что я просто каждый день кушаю Наршарап. А он такого черного цвета. И вы знаете, не так уж и легко он смывается. То есть, чистишь зубы. А зубы остаются серыми. Я вот в прошлом видео рассказывала про историю, как фотик полетел у моей подруги. Там очень много было советов всяких. Люди рассказывали свои истории. Спасибо вам огромное. Реально, мне безумно приятно. Часто, когда я снимаю какой-то кулинарный рецепт, а потом снимаю мукбанг, в комментариях пишут, а что ты не оставила маме? Так вот. Мама приготовила еще один такой же себе. Так что все нормально, не переживайте. Не думайте, что я все кушаю, оставляю всех домашних голодными. Это не так. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А с вами Байка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok